Всем привет! Начинаю обзор светодиодной лампы Ergolux 10 Вт. Теплый цвет, заявленный эквивалент мощности 80 Вт. Лампа накаливания. Цоколь Е27, цветовая температура 3000 К, диапазон рабочего напряжения от 172 до 265 Вт. Тип А60. Заявленный световой поток 840 люмин. Эффективность люмин на ватт 84 люмин на ватт. Значит светодиоды новые. Индекс светопередачи более 77 процентов. Так, угол светового пучка 270 градусов. Рабочий диапазон температуры от минус 30 до плюс 40 градусов. Размеры. Диаметр максимально 60, длина 110 миллиметров. Коэффициент пульсации меньше пяти процентов. Стоит эта лампочка в районе 80 рублей. Это, извините, почти даром, почти халява. Поэтому я закупил немало таких ламп этого производителя, потому что халява есть халява. Доллар с копейками. Вот такого она вида. Сделано, в принципе, весьма добротно. Так, это, по-моему, матовое стекло. Ох, стекло. Это пластик. Заявленную. Вроде бы качественную, глянцевую, приятную на ощупь лампочка. Вроде ничего там, вроде ничего не болтается. Посмотрим, сколько она весит. Весит она у нас... Так, сейчас включу. Весит она у нас 44 грамма для 10-ваттной лампочки. К сожалению, это очень мало. 43 грамма. Такую лампочку нельзя включать на продолжительное время, потому что она быстро выйдет из строя. Так, ну, включаем. Так, мигает она, вроде не мигает, включать подсветкой. Так, сейчас я включу планшет и посмотрим, мерцания ли она или нет. Сейчас глянем. Так. Вроде нет. Так. Ну, мерцания абсолютно нет. Чисто. Абсолютно чистая картинка. Производитель не обманул, действительно. Потребляет она. Потребляет она даже... Даже не верится. Не верится даже. Я даже в шоке. Потребляет она 11 ватт. Это же надо же, а? Первый раз вижу дешевого производителя, чтобы реальное у него потребление больше, чем заявленная мощность. Это вообще даже удивительно. 11 ватт потребляет. Надо же, а? Так. Ну, сейчас. 11,4 ватт даже. Это же очень много. Ну, давайте сейчас. Так. Напряжением меньше сделаю. Так. 191 вольт. Мощь потребления сохраняется. Лампа не мерцает. Так. 165 вольт. Лампа не мерцает. Потребление сохраняется. Это хорошо. Ну, вот тут уже пульсации идут. Так. 138 вольт. Уже пульсации. Сейчас посмотрим, когда пульсации не будет, и будет номинальное напряжение. То есть, минимальное напряжение 160 вольт. Так. Выключим. Включим. Вроде включается. То есть, минимальное напряжение питания 160 вольт. От 160 вольт Эта лампа СВИ Эта работает Не мерцая нормально. Так. Ну, теперь сейчас мы Посмотрим. Так. Ну, сколько она Разумеется, эквивалент свечения. Я, конечно, честно говоря, удивился. Удивлен даже. 11 ватт. Это за 80 рублей. Это халявная схема. Халявная. Да, Эргалекс, действительно, Эргалекс. Это, похоже, лучше бюджетное решение За такие деньги. Реально Такую лампу С драйвером За такие деньги не купишь. Это реально что-то. Это реально Хорошая вещь Достаточно Так Посмотрим Так, я сейчас его вкручу И сколько у нас Она сдаёт люксов Так А люксов она у нас сдаёт 69 люкс К сожалению, у него фонарь сдох Поэтому Подсветить я не могу 68 люкс она показывает Но Так 68 люкс Сейчас я Кручу лампу накальную Сейчас 67 люкс стало 66 Так И сколько она будет Эквивалент заявлен Эквивалент свечения Так Так Сейчас 68 люкс Ну 66 люкс Сделаю Так Да Реально 85 ватт Тянет Ну вот Тут может быть видно Нет Не видно К сожалению 85 ватт Первоначальник Эквивалент свечения Тянет Так Так Вот можно видно 67 люкс 85 ватт То есть Первоначальник Эквивалент свечения Реально совпадает За явность Составляет 85 ватт Ну 80 ватт Она тянет Так Ну Оставляя На полчаса Через полчаса Я посмотрю Сколько она будет Люкс показывать Разумеется Эта лампочка И посмотрим Как она нагреется Ну Посмотрим Сколько потреблять будет Итак Прошло полчаса Корпус лампы Нагрел свыше 80 градусов 55 люкс Ну 54 люкса Посмотрим Окончательно Какой эквивалент Освеченности Дает Наша лампочка Так Откручим ее Откручим ламп накаливания Так Так Уменьшаем До 54 люкс Ну 78 ватт Ну то есть Короче говоря Лампа Тянет на 75 ватт Ламп накаливания В среднем Так Стоит она Кстати Не 80 рубля 103 рубля Ну в принципе Это очень Недорого Для такой Лампы Ну как 75 ватт На ламп накаливание Она тянет Конечно Ее длительно Больше полчаса Непрерывно Нельзя включать Потому что Она может Сгореть Выйти из строя Быстро Но тем не менее Горячая Конечно Конкретно Ну в принципе Система охлаждения Конечно Тут слабоватая Потому что Она легкая Поэтому длительно Включать ее Не рекомендую Тем не менее Лампочка Очень довольна Очень кстати Хорошая В принципе Брать ее можно Для коридора Для места Где часто Не прибывает Человек Длительное время Она в принципе Годит С датчиком движения В принципе Я считаю Она подойдет Ну я сейчас Проверим Так Если работать Будет Значит Драйвер точно есть Так И так Проверяем На совместимость Трехопроводного Датчика Движения Включен По двухопроводному Специализированному Схему включения Так Датчик на этот Электростандарт Это многим Известен Возьму Трехопроводный Будем включать По двухопроводной Специализированной Схеме На которой Работа Разумеется Далеко Не каждая Лампа Так Так Этого Выключателя Удалил Ставим Датчик движения Так Тут Сразу Диод Стоит На клемме Л0 Н Вот она Сразу Чтобы Не искать Долго Так Ну Смотрим Кстати Это Один из Немногих Датчиков Движения Который Влезает Стандартно Под розетник Так Ну Что Ставим Так Соответственно Концем Подключаем Так Л Один конец К Л Подключаем Другой Подключаем К Н Где у нас Становлен диод 1N407 Вот таким Обазом Вот и все Два конца Третий Не нужен В общем Я его Ставить не буду Все равно Так И конденсатор 3.3 Десят Микрофаратов Подключаем Параллельно Лампочки Вот у меня Стоит Раз И Два Так Так Датчик движения Режим Датчик движения Стоит Ну Включаем Этот Датчик движения Можно купить На Озоне Он продается Там практически Всегда Стоит он 579 рублей Так Некоторое Время Надо Включим Питание Смотрим Вот так Включился Так Время Не двигаясь Сейчас Так Отключился 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 Посмотрим Мерцает Не мерцает Мерцания практически нет До 10 лампочек Можно в эту схему Цеплять При одном Конденсаторе Конденсатор Хватит одного Так Схема Работает Схема Отлично Работает Вопросов Здесь нет Так И последний Тест Хочу посмотреть Тест На Работа Способность Работа От одной Полуволны От одной Полуволны Это что касается Если кто Собирать Будет Без Конденсатор Схемы Которая Конденсатор Не имеет Параллельно Лампочке Люстру Допустим Ключать Которую Опубликовал Схемы Если Эта Лампа Будет Работать То В данном Случае Это хорошо Так Сейчас Отключится Подожду 10 секунд Нормально Не включается Самопроизвольно Вроде бы Нет Отлично Годно Так Ну Тогда Отключай Питание Сейчас Это Я Встал Так Убираем Так Отвалилось Так Так Возьму Сейчас я Диод 11407 Сейчас Возьму Двойной Вага Если Тест Эта Лампа Пройдет Драйвер Здесь Замечательный Потому что Не все Лампы Светодиодные Работа Способна Работа Отонной Полуволны Так Так Конденсатор Разрежу На всякий случай Чтоб не Дернуло Конденсатор Удаляю Сейчас Посмотрим Если Мерцать Не будет Значит Лампа Отличная Вопросов Нет Так Загорелось Смотрим Мерцания Нет Тест Пройден Драйвер Этот Лампы Замечательный Ну Подведем Итоги Лампа Светит Как 75-ваттная Лампа Накаливания К сожалению Единственный Недостаток То что Радиатор Конечно Слабоватый Но Размеры 60 на 110 В принципе Отлично В остальном Одни плюсы Кстати Запаха Запаха В отличие 9-ваттной Лампы Которой Я предоставлял На предыдущем Обзоре Запаха Нет Абсолютно Она не воняет Приятный Глянцевый Пластик Размеры Тоже Довольно Неплохие Ну Хорошая Лампочка За 103 Рубля Эта Лампочка Довольно Стоит своих Денег Потребляет Она реально Реально Соответствие Потребления Как ни странно Первую Лампу Я вижу Которое Потребление Реально Как 10 ватт Действительно Соответствует Я даже Ошарашен был Ссылку я приведу В описании Хорошая лампа Но К сожалению Радиатор Конечно Здесь Слабоватый Поэтому Длительно Ее Включать Не рекомендуется Кстати Греется Конечно Нехило Больше 80 градусов Нагревать Нагрел за полчаса Конечно Даже Руки Обжигает Но Тем не менее Отличная Лампочка В принципе Я могу Рекомендовать Ее В те места Где Длительно Она Длительно Ее не нужно Включать Те места Которые Длительно Включать Нужно С хорошим Радиатором Светодиодную Лампу Искать Ну В общем Я Заканчиваю Обзор Этой Лампочки Бюджетной Серии Она Кстати Довольно Неплохая Харсак Хороший Драйвер Здесь Замечательно Не мерцает Единственное Что радиатор Слабоватый Как и во многих Лампах Такого Класса В принципе Брать Рекомендую Всем Всего доброго Ждите Новых Видео